Сегодня ночью в Екатеринбурге отработался в очередной раз магазинный взломщик, серийный и наверняка маньяк. За крайние пару недель он по ночам вскрыл и ограбил с разной степенью тяжести с десяток отдыхавших торговых точек. При этом он, похоже, еще и гурман-романтик, предпочитает места, где вино и цветы. Например, сегодня около часа ночи он привычно вскрыл двери цветочной лавки на Рябинино. Привычно, потому что уже ломал эту дверь в ночь на 2 августа. Правда, безуспешно. А внутри его уже ждали, оказывается. Но нет, не засада. Управляющая накануне от коллег узнала, что 24-летний Екатеринбуржец по имени Вова уже ограбил несколько цветочных салонов. И даже то, что его уже несколько раз ловила полиция, его не останавливает. И предчувствие его визит, тетя управляющая убрала из магазина деньги, а вместо них оставила для вора большую записку. «Вова, иди на!» Дальше три буквы. Мол, денег нет у нас. Народ все пробухивает, а они на цветы тратят, поэтому Вову иди грабить винную лавку. Правда, как показала видеозапись, Вова вчитываться в записку и не пытался. А магазин, как ни старался избежать, все же понес от него ущерб. 15 тысяч рублей. Вор сумел найти хорошо спрятанный служебный смартфон с клиентской базой, служебной перепиской, фотографиями и так далее. Примечательно, что Вова этот принципиально не пользуется средствами индивидуальной защиты вора. Видимо, ощущения не те. Ни тебе масок, ни перчаток. Очки только иногда, да и то не темные. И даже одет всегда одинаково в шортиках и с переметной суммой. В общем, с открытым забралом. Но его и забирали уже не раз. Не дружинники какие-нибудь. Честь по чести полиция с полным оформлением. Вот что рассказала порталу Е1, та самая цветочная управляющая, что пишет ворам Малявы. Полиция среагировала быстро, но поймать преступника не удалось. Он скрылся через минуту. Мы с коллегами планируем подать коллективную жалобу за то, что суд отпускает преступника на свободу, и тот безнаказанно вскрывает по несколько магазинов за ночь, не скрывая лица, оставляя кучу отпечатков и хоть бы хны. Его уже ловили несколько раз и приводили в полицию, но отпускали под домашний арест. Конец цитаты. Столь же дважды за одну неделю Вова обчистил одну винотеку Войнот на Степана Разина. 30 июля за 30 секунд нашел телефон и 15 тысяч наличных, а потом, действительно, почему бы и нет, вернулся ночью 5 августа. Вскрыл уже новые замки и получил приз 40 тысяч рублей из кассы. В салоне «Флауэрмут» в 2 часа ночи 31 июля он добыл 25 тысяч телефон. Еще раньше, 23 июля, тоже телефон и 18 тысяч в кафе опомнишь. Один только телефон из ресторана «Пацха», 3600 и айфон из салона «Букетон», 3000 из пекарни «Поль Бейкери», а в кофейне «Про Кофе» вообще 100 рублей. Была еще попытка обнести магазин «Монобукет» в Академии, но там не взломались двери. А 17 июля в салоне цветов «Фуксия Флауэрс» сломались аж две двери, но он не украл ничего, даже Фуксию. Такой вот, очевидно, неполный послужной список Вовы, фамилию которого и прочие биографические подробности, приводят наши коллеги с портала 66.ru. Цитата. Владимир Воробьев прописан в поселке Октябрьский СССРского городского округа. В детстве увлекался футболами, даже в 13 лет становился лучшим бомбардиром турнира «Кужина мяч», о чем 11 лет назад писала мэрия СССР. А еще Вова любил хоккей и играл за юношескую команду «Вязьма» в Смоленске. Повзрослев, Воробьев встал на путь криминала в сентябре 2021-го. Он был в гостях у знакомого, где взял у него три телефона. Приятель Вовы отдал ему банковскую карту, чтобы тот сходил за пивом. Но вместо этого Воробьев ушел в магазин и не вернулся. После этого он перевел средства с карты друга себе через мобильный банк, объяснив, что нуждался в деньгах и телефонах. В апреле 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга эту логику не оценил и приговорил Вову к 110 тысячам штрафа. Конец всех цитат. Ну а в полиции говорят, что дело Вовы живет и расследуется.